Бытха, улица Возрождения. Именно в этом доме скоро появится Дом молодёжи. Это подарок от главы города активным девушкам и юношам, такой же, как подаренный год назад Дом КВН. Но вот Дом молодёжи, который станет центром притяжения молодёжных течений и направлений городу, просто необходим. Местные ребята становятся всё активнее, и различных клубов по интересам становится всё больше. Помещение уже передано в Управление молодёжной политики, осталось только отремонтировать. Сегодня вопрос заключается лишь только в ремонте данного помещения. Мы просчитали первоначальные сметы, они были порядка 8,5 миллионов, но мы с концентрированными усилиями будем привлекать и молодёжные отряды, которые будут часть работы выполнять собственными силами. Окончательный смет у нас сегодня порядка 6 миллионов рублей. Я даю такое поручение Управлению финансов и попрошу депутатов городского собрания, чтобы на следующей сессии городского собрания эти деньги были найдены и в бюджете запланированы. Сегодня мы хотим, чтобы молодёжные организации имели свои помещения, чтобы они могли общаться, чтобы они могли строить планы на будущее. И наш город, он действительно уже становится не только олимпийским, но и очень молодёжным. Обсудили в ходе встречи и Всемирный фестиваль молодёжи, право на проведение которого выиграл Сочи. Оценочная комиссия фестиваля, которая побывала на курорте в начале февраля, осталась довольно развитой сочинской инфраструктурой. Курорт соответствует всем требованиям по проведению мероприятий такого уровня. 140 стран, 10 тысяч иностранных студентов и молодёжи, всего порядка 30 тысяч. В принципе, всё это хорошо. Город живёт своей жизнью, это здорово. Ориентировочно фестиваль пройдёт в сентябре 2017 года. Ожидается, что в Сочи прибудет около 30 тысяч гостей со всего мира. Инга Габейша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.